Деяния апостолов, 14 глава Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавшие об этом, удалились в Ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тот час вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам», и называли Варнаву Зевсом, а Павла — Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам валов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышавши осем, разодрались свои одеждой и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужи, что вы это делаете?» И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и весельем сердца наши. И, говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии, пришли некоторые иудеи, и, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, «Они не говорят ничего истинного, а все лгут!» И, возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедавши Евангелие этому городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположивши же им присвятеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедши через Писидею, пришли в Памфилию, и, проповедавши Слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками.